Всем привет! Сегодня 9 марта в Московской области. Начинаю посев высокорослых сортовых томатов. Я их буду выращивать в стеклянной теплице. Помимо этого, конечно, я выращиваю томаты для открытого грунта. Точнее, я их выращиваю в мягких контейнерах. У меня есть на канале видео. Кому интересно, я оставлю ссылку. Зайдите, посмотрите. Предпочтение для открытого грунта я даю гибридам. На этот год у меня две новинки. Это томат Кэн. Это среднеспелый, среднерослый гибрид. Плоды у него небольшие, красного цвета, буквально по 100 грамм. И, что самое главное, он стрессоустойчивый. То, что нужно для открытого грунта. И также томат Галина. Это среднерослый, но уже ранний гибрид. Томаты крупные. Производитель заявляет, что по 250 грамм они будут красного цвета. И тоже стрессоустойчивые. Для открытого грунта просто эти два гибрида идеальны. Что хочу сказать. Я томаты, буквально Галины, я взяла 5 штучек. Кэна 2-7. Замочила я 5 марта. 6 марта я посеяла. Ну, здесь все как обычно. Ну, конечно, они еще не проросли. Стоят у меня на теплом коврике. Накрыты крышкой. Будут петельки. И я сниму крышку. Мне такого количества достаточно, потому что в каждый контейнер я высаживаю по одному растению. Урожай в прошлом году был прекрасный. Лучше, чем в теплице, в открытом грунте, потому что в прошлый год было очень жарко. Ну, а все сортовые высокорослые томаты я выращиваю в теплице, в стеклянной. Вот, сегодня я буду высевать. Давайте я скажу, какие буду высевать. Так, значит, два гибрида у меня будет. Это томат черри кира. Это мелкие томатики. Томат требус. Это два гибрида. Все остальные это немецкое сердце. Фатеррейн. Мисс Шлаубах. Сахарозовый. Мой любимый южный загар. Сладкие касади. Буквально 2-3 севечка посею. Это для сына заказ. Черное сердце с носиком от Борисовны. И Делишес. Вот такие сорта у меня сегодня на посев. Я для теплицы высокорослые сорта высеваю в два этапа. Вот сегодня и следующий посев у меня буквально через два дня будет. Высеваю все по одной и той же схеме. Конечно, беру небольшую плошку. Засыпаю сюда почвосмесь. Ну, здесь у меня биогумус и торф смешан. Пролила раствором аллерина. Сделала небольшие бороздочки. Так, вчера, это 8 марта, я замочила семена вот таким образом в бумажное полотенце. Пронумеровала, заложила семена. Я буду высевать по семь штук. Где вот, допустим, сладкий касадь буквально здесь 3,7. Ну, где-то еще поменьше. Вот, значит, просто водичкой увлажнила бумажное полотенце. И поставила на теплый коврик. Это я сделала 8 марта. Вот сегодня 9 марта. Я их буду высевать. Как я уже говорила и ранее, что перцы, что баклажаны я замачиваю не для того, чтобы они проклюнулись, а для того, чтобы просто они набухли. Вот таким образом. Пронумеровала. Номер 1. В тетрадку все записала, какой у меня сорт. И вот семена. Они не проклюнулись, конечно, но хорошо довольно-таки набухли. Земля здесь влажная. И просто пинцетом я теперь буду брать и на расстоянии раскладывать. Семена мокрые, тяжело снимаются. По 7 штук. Это я высеваю, конечно, с запасом. Высаживать каждого сорта я буду по 4 штуки. Меньшее количество я не высеваю. Здесь даже один проклюнулось. Наверное, не видно будет. Нет, не видно. Уже клювик раскрыл беленькое. Значит, высаживаю я, особенно новинки, конечно, по 4 растения в теплицу. Потому что я семена, знаете, не собираю, чтобы мне выращивать каждого сорта по одному кусту. Потому что мне нужно 4, чтобы было много плодов, чтобы я распробовала этот сорт. Сделала с него какие-то блюда, заготовки, чтобы я поняла, как он себя вообще ведет. И уже решаю, оставлять мне семена или выращивать его. По одному кусу, конечно, очень сложно понять, каков на самом деле томат. Поэтому вот 4 куста это минимум. У меня немного сортов. Будет, наверное, сортов 20 для теплицы. Или 19. Так, это номер 2. Нет, проклюнулись семена. Второй номер я сейчас скажу. Это южный загар. Вот прям, нет, на камеру они не фокусируются. Прямо уже белые клювики. Южный загар я выращиваю уже, наверное, сколько? 4-5 лет. 5, наверное, точно. Это самый любимый сорт нашей семьи. Вот я его 4 или 5 кустов всегда высаживаю. Великолепный сорт. Кто не пробовал южный загар, обязательно попробуйте вырастить. В рассаде он очень некрасивый, хилый, лохматый. Но плоды очень и очень вкусные. В общем, вот таким. Так, номер 3. Буквально 3 семя. Это сладкий касади. Мне этот томат не особо нравится, но он нравится моему ребенку. Поэтому я его буду высевать. 3 штучки. Высажу в теплицу буквально 2. Потому что 3 много, он очень урожайный. Итак, семена я разложила. И теперь засыпаю небольшим слоем. Ну, буквально в 1, наверное, сантиметр. Сильно я не заглубляю. Засыпаю я той же землей, что находится в плошке. В ящике в этом. Единственное, я сюда добавила немножко вермикулита. Прям совсем чуть-чуть. Полгорсточки. Чтобы земля такая полегче была. Все. Небольшой слой. Чуть-чуть уплотняю. Чтобы томаты всходили без шапочки. И сверху слегка водой. Это вода обычная. Я сюда ничего не добавляю. Все. Каждый сорт у меня подписан. Какого числа я сделала посев. Все записала в тетрадь. Я каждый год веду, каждый сезон веду тетрадь посевом. Потому что все очень быстро забывается. Теперь накрываю пакетом прозрачным. Фиксирую. И выставляю на теплый коврик. И под лампу сразу. Как только появятся петельки. Я конечно уберу с коврика. И томаты будут у меня всходить. Я уже сказала, что следующий посев. Я посев делю на 2 этапа. Для теплицы. Следующий посев я буду делать так. Завтра 10 число. Я буду замачивать томаты. А 11 числа я уже посею вторую часть томатов. У меня всего лишь будет 2 ложки для теплицы. Точно таким же способом буду высевать. Хочу вам показать какие томаты будут у меня на второй посев. Здесь также 2 гибрида. Это мантарис или мантарис. Воскоросый томат. Пазана. Это сливовидный. Это я хочу для томатов собственного соку в томатном. Ирландский ликер. Тоже выращиваю уже года 4, наверное. Сердце зебры. Баба Надя. Лискин нос. Семена 2019 года. Украинка. Тетя Анна. Тоже один из моих самых любимых томатов. Выращивать я буду его то ли второй, то ли третий год. Отличные крупноплодные красные томаты. Очень вкусные. И также вот новинка Old German. Купила недавно. Я вам показывала. Как раз здесь получается всего у меня для теплицы, по-моему, то ли 19, то ли 20 сортов. Вот по 4 штуки. В основном я буду их выращивать в теплице. А у меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok